Всем привет! Меня зовут Влада Казачища и сегодняшнее видео я хочу посвятить наконец своим волосам. Еще не было ни одного видео про мои волосы и, к счастью, мне прислали такой здоровесный-здоровесный сундук от Колориста, в котором есть куча-куча красок. И если бы я знала о том, что мне его пришлют, я бы, наверное, не красилась бы в красный цвет, а была бы еще какое-то время блондинкой, потому что практически все они ложатся только на блондинистый цвет волос, то есть особенно вот эти вот тоники, которые держатся по две недели. А вот эти спреи можно, в принципе, попробовать и на мой цвет, но это будет не в этом видео. В этом видео я хочу попробовать на себе две замечательные краски бургундии и паприка. Этот немножко рыжий для меня, этот немножко темный, поэтому я так подумала, взвесила, что я их смешаю и должен получиться как раз мой ярко-красный цвет волос, который мне нужен. Сейчас у меня волосы немножко тусклые уже и у меня отросли корни довольно сильно. Я должна, кстати, предупредить, что я никогда не красилась дома, сама, ни мама меня не красила, я всегда хожу в салон, который недалеко от меня, поэтому мне немножко страшно, что я могу сейчас что-то напортачить, и мне очень страшно, чтобы потом моя парикмахерша мне ничего не сказала по поводу того, что я чего-то натворила, не того, чего нужно. Я надеюсь, что все получится хорошо. В инструкции было написано, что нужно помыть голову перед этим, я ее уже помыла, расчесала, взяла полотенце, взяла кисточку. Жалко, что мне только такая кисточка есть для таких дел. Так что я попробую сделать точно так, как мне все делают в салоне, только сделаю это с этими бальзамами. Надеюсь, что все получится супер круто, очень надеюсь. Запомните меня такой, как я и сейчас, а потом посмотрим, что из этого всего получится. Надеюсь, что я не сделаю себе хуже, и надеюсь, что этот цвет ляжет на мой цвет волос, потому что он мне не сильно светлый. Итак, достаю, чтобы показать вам, что лежит в упаковке. У нас здесь есть супер инструкция, в которой все детально описано, я ее уже вчера почитала. Вот такой вот супер красивый чубик, чубик. И у нас здесь есть две пары перчаток. Достаю точно так же вторую, здесь все точно так же, насколько я знаю. Для того, чтобы цвет был интенсивным, его нужно подержать как минимум минут 20. Для легкого цвета нужно минут 15. Но я думаю, что я подержу минут 20-30 для того, чтобы он хорошо-хорошо взялся. И я начинаю. Вот так вот выглядит цвет паприки. Он такой же красный, как мой, мне кажется, сейчас. Но на самом деле он рыжий. Он совсем такой фиолетовый. Да, мне кажется, что если я их смешаю, должно получиться то, что нужно. И хватит как раз на всю длину волос. Ох, мне стрёмно. Сейчас что-то натворю. Ого, будет вообще. Уже всё, началось. Я ещё даже до волос не дотронулась, я уже вся грязная. В итоге у нас получился вот такой цвет. Мастер в деле. Ой, я же полотенце не нацепила. У меня даже, знаете, у меня даже гребешка нет для того, чтобы вот это всё правильно делать. Так что я уже прям предвижу, что у меня получится из этого всего. Блин, как парикмахеры это делают. У меня вот, я две секунды посидела с полотенцем на плечах, у меня уже руки болят. Я же вроде типа не слабачка. Ох, я уже устала. Так, я вам, пожалуй, покажу уже чуть позже, когда у меня хоть что-то уже будет на голове. Так что ждите. Та-дам! В общем, вот что у меня пока получилось. Я нанесла всю эту банку. Вот она. У меня весь лоб красный. Какого-то фига. Пальцы тоже местами красные. Руки как в побоях все. Короче, вся красная, даже стол немного задела, хоть я тут настелила себе всякого. Ну, в общем, надеюсь, что она сейчас смоется мицелляркой, а если нет, то придётся сегодня замазать это всё тональником. Жду минут 20-30 и потом вам покажу, что получилось в самом итоге. Ну что ж, давайте. Просто посмотрите, какого цвета вода. Это же космос оранжевого цвета. Вода с Марса. Вот она. Та-дам! Я не знаю, видно ли вам изменения, но мне они лично видны. Сейчас я попробую подсветить, чтобы было видно то, что волосы реально красные. Вот. Они уже не такие тусклые. То есть эта штука реально придала немножко цвета. Я думаю, что если бы я была блондинкой, то это бы сработало ещё гораздо лучше. Но, к сожалению, я не блондинка, поэтому получилось как-то так. Это хороший способ для того, чтобы не краситься, к примеру, каждые две недели или месяц, как приходится чаще всего мне. Под корнем меня закрасить особо не получилось. Уже, конечно, не видно такой большой разницы, как было раньше. То есть оно немножко его затемнило тоже, но то, что он отрос, всё равно видно. В принципе, я результатом довольна. Хотела уточнить то, что в одной баночке 80 мл краски. И, в принципе, вот двух вот этих баночек, что я смешала, мне хватило для моей длины. То есть как раз. Если вы хотите покрасить сверхо-красный цвет, то я как раз советую вот смешать вот эти два цвета, как я и сделала. И у вас всё будет чётко. В советую краситься так же делать, как я. Пробовать другие цвета. И мне очень жалко, что сейчас я не смогу пока что покраситься там в нежно-розовый, голубой или ещё какой-то. Но если я вдруг снова перекрашусь в блондинку, то я обязательно попробую все эти цвета. Я вам это обещаю. Вот чисто пруф. Вы светили моего обещания. Так что посмотрите потом, когда я правда в них покрашусь. Я надеюсь, что я это сделаю. Поэтому я не хочу их даже никому отдавать. Это моё богатство. Моё. Что ж, спасибо вам большое за просмотр. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео и стало полезным для тех, кто хочет покраситься в красный цвет. Так что дерзайте. Спасибо ещё раз. Всех очень люблю и целую. Всем большое спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok